Зная, насколько еще слаба вера апостолов, Иисус спросил их, «Теперь веруете? Не думаете ли вы, что теперь вера ваша настолько крепка, что может выдержать всякие испытания? Нет, до пришествия к вам вместо меня иного утешителя, Духа Святаго, ваша вера так слаба, что поколеблется при первом же искушении. Наступает час, и настал уже, когда вы в эту же ночь оставите меня одного и рассеетесь каждый в свою сторону, куда кто успеет скрыться. Но я не останусь один, потому что со мной будет Отец. Я предупреждаю вас о том, что вы все в эту же ночь оставите меня и что после того вас ожидает в мире много скорбных дней, и делаю это для того, чтобы вы не падали духом при предстоящих вам испытаниях. Необходимое для этого спокойствие духа, кротость, мир души и готовность пострадать за правду, вы найдете во мне, если будете пребывать в постоянном единении со мною. Мужайтесь же, вас ожидает победа, потому что я победил мир». Апостолы, конечно, не поняли этого торжественного победного возгласа. А вслед за тем, когда наступили дни тяжких испытаний их веры во Христа, они, быть может, и не вспоминали о нем. Не победа, а полное поражение представлялось им доходившим до уныния, отчаяния. Но когда они, исполняя завет Христа, пошли в мир проповедовать его учения, когда стали привлекать к нему толпы людей разных народностей, когда гонение, истязание и самая смерть не могли вынудить у обращенных ими ко Христу отречение от него, тогда апостолы вспомнили победные слова своего учителя и поверили им. Молитва Иисуса Этим торжественным победным возгласом окончила Иисус прощальную беседу Свою с апостолами. Сказав последние прощальные наставления тем, которые должны нести в мир Его учения, Иисус, готовый идти на крест, оканчивает Своё земное поприще торжественной молитвой, не стесняясь присутствием при этом апостолов. Оканчивая Своё служение роду человеческому, Иисус оставлял всего лишь одиннадцать апостолов и немногих учеников. Этому малому стаду Христову предстояло идти в царство тьмы и внести в него свет божественной истины. Понятно, с каким озлоблением встретят их в этом царстве, начнутся гонения против них и их последователей. Даже слово «христианин» станет ненавистным для сынов тьмы. И какой непоколебимой верой, каким мужеством должны они обладать, чтобы выдержать натиск озверелых врагов Божией правды. А вот этой-то непоколебимости веры, этого-то мужества, им и недоставало теперь. Сейчас они покинут своего Учителя, оказавшийся до сих пор наиболее верующим в него Петр, этот камень веры апостольской, три раза отречется от него. Предвидев все это, Иисус сознавал, что победа нелегко достанется Его ученикам, и что без особой поддержки свыше они даже и не могут выйти победителями из предстоявшей им борьбы. А потому понятно, что Он, преподав им все последние прощальные наставления Свои, обращается с мольбой к Отцу Своему, чтобы Он охранил их веру от всяких искушений и колебаний, чтобы осветил их истиной Своей, чтобы удостоил их по совершениями своего земного подвига, быть там же, где будет и Он, Христос, и чтобы не только они, но и все вообще, которые уверуют по слову их, были бы объединены самоотверженной любовью друг к другу и находились бы в постоянном единении с Ним и Иисусом Христом и пославшим Его Отцом. Эта молитва, кроме просьбы поддержать и осветить апостолов и всех, которые уверуют по слову их, содержит в себе как бы краткий обзор исполнения Иисусом того поручения, какое дано было Ему пославшим Его Отцом. Слова этой молитвы изображают душевное состояние божественного страдальца, так понятно для всякого, знакомого с его жизнью, что всякие комментарии к ней представляются излишними. Ни с какими молитвами нашими ее нельзя сравнивать, ибо никто из грешных людей никогда не может испытывать того, чем полна была душа Бога-человека, отдававшего свою человеческую жизнь за чужие грехи, за грехи всего мира. Преклонимся же перед величием и святостью этой жертвы и оставим всякое дерзновение передавать читателям иными словами содержание этой молитвы. Будем читать ее теми словами, какие записаны евангелистам, писавшим не только по памяти, но и по вдохновению Духа Святаго. Предсказание Иисуса о том, что все апостолы в эту же ночь разбегутся, а Петр трижды отречется. Окончив молитву свою, Иисус пошел с апостолами далее и перешел поток Кедрон. За этим потоком был сад, называемый Гефсиманией, куда и направлялся Иисус. Перейдя Кедрон, он опять обратился к своим ученикам с грустным предсказанием, что наступает час, когда вера их поколеблется. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Избудутся слова пророка Захарии, сказавшего «Поражу пастыря, и рассеются овцы его» Захария 13-7. «Но не смущайтесь этим, я воскресну и соберу вас опять в Галилее». Апостол Петр настолько был уверен в себе, что не принял на свой счет предсказание Иисуса и решительно возразил ему. «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». «Ты ли не соблазнишься, Петр?» — сказал ему Иисус. «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Апостолы поддержали Петра, и все стали уверять Иисуса, что с ним готовы и умереть. Сопутствуемый такими уверениями, Иисус вошел в Гефсиманский сад. Иисус вошел в Гефсиманский сад.